Приветствую вас! Давайте мы с вами будем исходить из того, как вы относитесь к своей жене. То есть, если вы свою жену, к примеру, любите, и если она вам дорога, то наверняка, ну наверняка, да, вот наверняка, просто наверняка, вы хотели бы, чтобы она была счастлива. Я имею ввиду, ваша жена. Так, в таком случае, если вы хотите, чтобы она была счастлива, то о чем вы думаете, например, здесь вот, говоря о том, что боитесь ее измен? То есть, условно говоря, о том ли вы говорите? Понимаете, какая штука? Вот. То есть, я вот это хочу вас спросить. О том ли вы говорите? Если вас беспокоит счастье, например, своей жены, если вас беспокоит именно счастье своей жены, то какая разница, что у нее было до вас? Какая разница, сколько у нее было, ну, парней и так далее. До вас, опять же. Какая разница, если вы хотите есть счастье, если вы ее любите, если она вам дорога. У меня такое ощущение появилось, что вы как-то вот пытаетесь за ее счет, за счет своей жены, да, вы пытаетесь что-то себе самому доказать. Вот. Такое у меня появилось ощущение. То есть, просто вот есть какая-то попытка доказать себе что-то. Есть попытка купировать, компенсировать свои страхи и свою неуверенность в себе через жену. Как бы. Вот. То есть, вопрос здесь, он такой. Вот. Это какая-то штука. Что хотите вы для своей жены? Вот. Конкретно. Вот. От этого нужно отталкиваться. Понимаете? Вот. А не от того, кто у нее был и так далее. Иначе какой смысл, как бы, того, что вы с ней? Для чего вы с ней тогда? Понимаете? Вот. То есть, посмотрите свои приоритеты. Посмотрите свои приоритеты. Посмотрите то, что вам на самом деле важно. Вот. Обратите свое внимание на то, что вам действительно важно. То есть, если вам важна ваша самооценка, ваше восприятие себя, это одно. Но. Жена, если бы ни при чем. Не было бы этого, а было бы история другое. Но совершенно очевидно, что в этом случае нужно признать, что у вас есть проблема. Понимаете? Какая штука. В этом случае нужно признать, что проблема есть у вас. И все. Жена здесь ни при чем. И доверие, как сказал мой коллега, оно основывается не на том, какой человек, а на том, скорее, какой вы. То есть, чтобы доверять, нужно доверять себе самому. А не другому человеку, да, доверять нужно. Так что здесь у вас, как бы, заведомо такая вот, получается, ложная позиция. Вот. И так далее. То есть, с этим нужно работать. Дальше нужно работать с тем, что у вас общий волк с вашей женой. Да? То есть, почему вас волнуют. Такие истории. Вот. Там, кто у кого был, там, первый и прочее, 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 прочее. Вот. Почему вас это волнует. И беспокоит. А не то, какая ваша жена, например, человек. Да? Какой, точнее, ваша жена человек. Что она из себя, например, представляет. И как человек. Опять же. Вот. То есть, почему вот на этом, на этом вы не расстраиваете свое внимание. Мне кажется, это очень такой важный достаточно момент, если мы хотим опять же разобраться в том, что с вами происходит. Да? Вот. То есть, если вы предпочитаете вести разговор о том, кто у нее был до вас и так далее, то это означает, что личность жены вам не особенно знакома. То есть, вы говорите, что она там слабая и так далее. Откуда вы можете это знать? Слабая она или нет? То есть, был ли факт, факт измену, например? Да, был ли он? Этот факт. То есть, почему вы считаете, что она вам обязательно изменит? А может быть, может быть у вас там есть какие-то поводы? То есть, может быть вы еще сами знаете, что, ну, к примеру, да, что, что-то делаете такого, что может, там, вашу жену от вас отдалить, отстранить и так далее. То есть, опять же момент, вот именно такой, чтобы вы посмотрели на себя, чтобы вы спросили себя, что я делаю, как я делаю. Понимаете? Вот. Это важный момент, по-настоящему важный момент. По-настоящему важный момент этот, а не то, что у нее было и так далее. Потому что, думая об этом, вы игнорируете личность своей жены. Она, чувствуя, что вы не видите ее как личность, естественно, будет отдаляться и обращать внимание больше на тех, кто видит мне личность. А вы, как бы, фиксируя такое поведение у своей жены, ну, вероятно, будете, как бы, убеждаться в том, что вы были, там, вправо, например, когда считали ее, там, значит, ну, изменчивость, да, и так далее. Вот. То есть, по сути, по сути, каждый из нас будет просто подтверждать свою такую вот позицию. Вот. Что, на мой взгляд, является принципиально неверным. Вот. И принципиально деструктивным. Самое главное, конечно, это то, что подобный подход игнорирует самого, как бы, человека. Вот. Ну, как вы уже поняли, да, личность человека не учитывается. Вот. В данном случае. Следующее, что я хотел бы сказать. Что это, наверное, значит, измену. Что это, почему вы ее так боитесь, да, и что она значит для, что она значит для, собственно, вашей жены, к примеру. Вот. Что она могла быть, значит, для вашей жены, к примеру. Вот. Это тоже очень важный момент. С этим необходимо разобраться. То есть, совершенно очевидно, что измену вы боитесь, вы боитесь по той причине. Потому, что в случае, если она произойдет, измена, в случае, если она случится, вы будете считать, вы будете думать, что, ну, условно говоря, проблема, проблема, да, вас. Вот. То есть, это еще один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, самое пристальное внимание. То есть, получается, как и сказал мой коллега, что вы на свою жену перекладываете ответственность за себя. Вот. За свои страхи, за свои переживания, за свои эмоции. Вот. И все. Вы обесцениваете себя тем, что, по сути, подвергаете сомнению свой выбор. Ведь, эээ, ну, жену-то вы выбрали. Ну, сами вас никто не доставлял. Вот. Если вы считаете, что это порядочный человек, если вы считаете, что это достойный человек, а он не изменит. А если я изменит, значит, вы либо ошиблись, либо их сезоним творотворят. Вот. И все. Ну, так иначе, ваше восприятие себя, это что-то более такое устойчивое, да, чем, эээ, и что-то такое, что, не зависит от, допустим, внимания, эээ, от поведения, от позиции другого человека. Так что, значит, сперва вам нужно поработать с личной ответственностью, мы встретим себя с личными границами, вот, и с отделением ответственности, с разделением ответственности своей и другого человека. Без этого отношения адекватные, здоровые построить невозможно будет. Вот. Чтобы это все сделать, выберите себе психолога и начните с ним работать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.